Наверное, самая захватывающая часть работы архивиста — это, собственно, находка, обнаружение, в нашем случае, в случае киноархивиста, утраченного фильма или фрагмента из фильмов. И в это, вроде, трудно поверить со стороны, потому что количество ограничено, и архив старый, и работают люди давно и много, но мы буквально каждый месяц что-то новое находим. Как правило, это фильмы немые или ранние звуковые, бывают и более поздние. Конечно, далеко не все из этого шедевра. Очень много находится картин совершенно проходных. Но есть вещи поразительные совершенно, когда вдруг неожиданно в фонде неатрибутированных древолюционных картин, есть такой небольшой фонд, 30 названий, безнадежно, с которым из поколения в поколение возятся киноведы. И вдруг мы поняли, что одна из этих древолюционных картин, на самом деле, не русская, а эстонская. Это первый эстонский фильм «Жена на прокат», и мы тем самым увеличили историю эстонского кино на один год, потому что об этой картине эстонцы сами не знали. Они думали, что у них с 14-го года началось все, а у нас фильм 13-го. Или, например, картина, из которой мы находим куски, и вот этот процесс растягивается на десятилетия. Фильм «Айна» по либретто Андрея Платонова. Это единственная прижизненная экранизация Платонова, и к тому же он сам участвовал в создании этого фильма. Фильм считается утраченным, в каталогах так и значится. И в свое время, лет уже 20-30 тому назад, наверное, была обнаружена одна часть этой картины. А не так давно мы нашли другую часть фильма, причем в зарубежном фонде, потому что фильм был в американском прокате и сохранился с английскими титрами. И вот процесс продолжается. Как правило, это зарубежные фильмы, к сожалению, очень мало мы находим в нашей карте отечественных, но бывает и это. Это и неизвестные фильмы, и неизвестные версии фильмов. Это пробы к картинам, как, например, мы нашли лет 5 тому назад кинопробы к Золушке. Картины легендарные, понятно, что тут это интересно буквально для всех, какая была мачеха, какая еще могла быть Золушка, какой еще был король. Вот процесс продолжается, и мы собираемся на сайте Госфильмофонда периодически выкладывать информацию об этих находках, представляя их, так сказать, и описанием, и кадром, и фотографиями, потому что эти картины должны вернуться, конечно, рано или поздно к зрителю, для которого и снимались. Продолжение следует...